Пока вы меня не убьёте, других выборов не будет. Друзья, хотите посмотреть, как выглядит реальный результат самых демократических выборов в самой демократической европейской стране? Только держитесь за что-нибудь. Вот. Фигасе, да тут целый батальон вооружённых до зубов военных, и все эти военные охраняют президентский дворец в Минске. Стоп, стоп, стоп. А как же итоги голосования от 9 августа текущего года? Ведь, по данным ЦИК Беларуси, за действующего президента проголосовали аж 80% избирателей, почти всё население. 8 миллионов граждан из 9. От кого тогда господин Лукашенко охраняется? Человек боится, что восторженные люди заобнимают и зацелуют его до смерти. А вот, кстати, ещё исторические кадры, сделанные на Медне. Президент сам держит в руках автомат, и он эту машинку не просто поиграться взял. Реально ходит с оружием мужчина по улицам. Вот это поворот. Ещё раз. Если верить Лукашенко и его халуям, народ на выборах поддержал данного господина практически в едином порыве. Белорусы в очередной раз продемонстрировали своему лидеру, что они его любят, ценят и никому не отдадут. А лидер за ружо схватился. Объясните мне бестолковому, это что ж за любовь такая, что Головнюк, похоже, отстреливаться от собственного народа собрался? Ну если серьёзно, вот воистину бесславный конец бесславного диктатора. А ведь ещё месяц назад гражданин мог спокойно сложить с себя полномочия. Ну выборы-то он проиграл, если честно. Поблагодарить соотечественников за годы доверия, стать почётным пенсионером. Хотя, чего сейчас предполагать-то? Теперь очевидно, перед нами преступник, причём международный. Начинаем! И если чуть выше я вам продемонстрировал точку зрения здорового человека, выводы, которые напрашиваются сами собой, уверен. Многие со мной согласятся, так вот дальше я вам предлагаю послушать мнение российского чиновника. А конкретно господина Лаврова, это министр иностранных дел, скреп державы. Хотя что-то мне подсказывает в данном случае, Сергей Викторович говорит, за всё российское чиновничество, внимание! Конечно, у всех свежо в памяти, как это всё было на Украине, где западное посредничество обернулось, как я уже сказал, полной недоговороспособностью наших соответствующих партнёров. Поэтому белорусский народ сам решит. Каждый раз ловлю себя на мысли, что ребята из Кремля и из Белого дома нас на самом деле за идиотов держат. Вот что он лопочет? Решать должен белорусский народ. Так белорусский народ решил. Пошёл и проголосовал 9 августа против Усатого. Победу на тех выборах одержала кандидат Тихановская. Причём убедительную. Колхозник-то пролетел, как фанера над Парижем. Однако вместо того, чтобы признать результаты голосования, устроил госпереворот. Это вообще-то называется вооружённым захватом власти. Случившееся по всем международным законам расценивается как тяжелейшее преступление. Но только не для этих товарищей. Я сейчас. А братве, которая окопалась в высоких кабинетах в нашей стране, они данное преступление почему-то оправдывают. Нет, я понимаю, что для российской верхушки выгоднее, исходя из внешнеполитических интересов, чтобы у соседей ничего не менялось. Чтобы всё оставалось по-прежнему. Ну чё теперь? Террористов давайте будем демонстративно поддерживать. Ещё и врать при этом о какой-то демократии, о какой-то законности. Пусть Лавров прямо скажет. Мы с Владимиром Владимировичем посоветовались и пришли к выводу, что для России будет лучше, если на трон в Минске посадят бандита. По крайней мере, так будет честно. Это реальная журналистика, обыкновенный бандитизм. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Не могу обойти эту тему стороной о самой громкой и скандальной истории ушедшей недели. Наверное, нужно сказать, по крайней мере, проанализировать её стоит. Оно, кстати, очень удачно в сегодняшнюю тему бандитизма вписывается. Да, я сейчас имею в виду отравление Алексея Навального, самого, как мне кажется, заметного оппозиционера в нашей стране. В четверг Алексей Анатольевич вылетел из Томска в Москву, помним, да? В Томске они очередное расследование снимали про тамошнего не очень честного губернатора. Вот этого. И сегодня полувоенное время. Я прошу вас это учесть. И не обижайтесь. Когда вы перейдёте рубеж, мы вынуждены будем вас остановить. Прямо в самолёте политику стало плохо, причём настолько плохо, что пришлось просить вынужденную посадку в Омске, срочно доставлять человека в реанимацию. Через пару часов Навальный и вовсе впал в кому. Ой. Что затем началось? Я имею в виду последующую за этим реакцию российских властей и их цепных псов от пропаганды, которые почему-то называют себя патриотами. Самая нелепая версия, которую озвучил Минздрав. В крови оппозиционеры обнаружили алкоголь, спиртное, вероятно, и послужило причиной отравления. Да ладно? Серьёзно? Я, конечно, не самый умный человек на планете Земля, но даже мне очевидно. Это ж сколько нужно выпить, чтобы допиться до комы? Вот вы, взрослые люди, меня смотрите, согласитесь, ведро минимум. А теперь вы можете себе представить Навального, который купил ведро, например, водки, заперся в гостиничном номере и всё это ведро выхолкал в одну пачку. Ага. А потом в пять утра встал огурцом и поехал в аэропорт. Ну это же бред. Да и не похож политик на алкаша, нет? Слышу, вот вы и там говорите, ну мог какого-нибудь динатурата выпить. Всякое бывает в магазинах, чё только не продаётся. Слушайте, ну во-первых, человек-политик федерального уровня. Я слабо себе представляю ситуацию. Навальный идёт в аптеку за боярышником или там в красное и белое за барматухой подешевле. Во-вторых, если даже и выпил. Наверняка это был какой-то дорогой алкоголь. Заказал он его там же в гостинице. Тогда почему гостиницу до сих пор не трясут? Ну раз они динатуратами торгуют, во всяком случае так получается. Мы находились в кабинете главного врача. В этот момент в кабинет входит представитель транспортной милиции, показывает с телефона. Вот это вещество нашли. Вот это вещество нашли. Главный врач говорит, ну нашли и нашли. У меня нет никакой больше информации. Мы подошли к этому представителю транспортной милиции, которая подошла с телефоном. Какое вещество? Она говорит, это тайна следствия. Мы не можем сказать, но это вещество смертельно опасно. А вот эта версия мне уже больше понятна. Она же объясняет, почему Навального два дня не выпускали из страны. Немцы за человеком в этот Омск прилетели. А с нашей стороны, ой, их жена пусть сперва предъявит свидетельство о браке. Паспорт со штампом не документ. Затем, ой, его нельзя транспортировать, это опасно. Песков, что-то давай выступать. Вопрос транспортировки должны решать только врачи. С какого перепугу? Такие вопросы всю дорогу решаются близкими родственниками. Точно, не омские эксплуатескулапы. Это должны делать и не какие-то песковые. И вот два дня, повторюсь, эта канитель продолжалась. В конце концов, увезли оппозиционера в эту Германию. Но вывод напрашивается сам собой. Похоже, время тянули, чтобы яд, которым отравили, окончательно разложился. И немцы, чтобы не смогли эту дрянь идентифицировать. Хотя чего удивляться? У нас ведь уже правда страна на зону начинает походить. Живем по понятиям, потому что законом происходящие процессы назвать сложно. Каждый мелкий чиновник, каждый судья, каждый страж порядка, прежде чем что-то предпринять, посматривают в сторону паханата. А что там подумают? А как на это отреагируют? Люди со своими проблемами обращаются исключительно к смотрящему, потому что кроме бугра у нас никто ничего не решает. Не важно, что это за проблема. Дорогу до строителя, даже лампочку в подъезде вкрутить 20 лет. Пахан, помоги! Господин президент, помогите нам! На улице, кстати, уже тоже выходить страшно. Те, кто должны охранять правопорядок и блюсти законность, давным-давно превратились в быков и вертухаев. Среднестатистический россиянин, завидев полицейского или, не дай бог, росгвардейца вдалеке, старается ретироваться, хотя бы перейти на другую сторону улицы, чтобы не встречаться с этим упырем. И не надо на меня сейчас обижаться, господа стражи порядка. Вы сами создали себе репутацию эсэсовцев и гестаповцев. В данный момент даже не о ваших действиях во время митингов говорю, вот полюбуйтесь, из свежего Кемерово. Человек просто зашел в трамвай без медицинской маски. А знаете, что самое страшное? Там дальше, на этом видео, люди, которые тоже были в трамвае, одобрительно высказываются по поводу происходящего. Мол, да, не надев маску, этот парень нарушил наши права, поэтому по делам ему, и это говорит женщина. Знаете, меня в последнее время все больше забавляет одна идиотская фраза «Хотите как в 90-е?» Я вот не помню, чтобы в 90-е быки вваливались в трамвай, и на глазах у изумленной публики десятков свидетелей да под камеры мутузили кого-то. А народ в это время «Да, дайте ему еще, вообще убейте, к чертям свинячим!» Да, в 90-е был разгул преступности, но не было откровенного беспредела, который открыто покрывался властями, а еще в 90-е люди были людьми, чего не скажешь о теперешней биомассе. Все. Это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху, в соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, под ними мы обсудим, а я за Сим спешу откланяться. Пока. Пока.